так но всем привет сегодня у нас такая будет интересная распаковочка пришла мне вот такая вот посылочка интересно это катушка давно хотел заказать значит это дайва серия lt эти новые дайвы очень мне было интересно посмотреть вот она наконец-то мне пришла скажу пришла очень быстро в течение там двух недель что распаковываем где мой мультитульчик любимый классный мультитул ребята очень мне нравится тоже заказывал так смотрим что у нас здесь видите даже написано на коробке экстеллер lt 3000 заказал упаковано хорошо написано здесь конечно 28 долларов вышла она мне где-то в районе 60 долларов на тот момент что с богом упаковано хорошо вот не весы пришли перед этим ерундово упакованный хотя целые все работают взвесим потом на них открывается у нас ящичек наш есть смотрите прям всеми данными открылась давай так не хочет ребятки о пошла-пошла-пошла-пошла-пошла есть контакт так ничего нигде не ударен она упаковано хорошо и так сразу же пройдемся по характеристикам 5 3 к 1 передатка вес 215 грамм нагрузка на фрикцион 10 килограмм 80 сантиметров выматывает за один оборот катушки и 5 подшипников что откроем заказал 3000 серию она весит на 10 грамм больше две с половиной тысячи весит насколько я помню 205 это 215 заказал только из-за кнопок потому что привык кнопку широкому раньше не любил этого сейчас вот как там не прям заходит так что у нас здесь мануальчик все на китайском смотрите дайва все дела открою кому интересно может быть на паузу поставите быстренько покажу мануалы так что у нас здесь ручечка еще один мануальчик какой-то да это не буду открывать это схему показала так шайбочки регулировочные три штучки идут ручка вот такой кнопки сейчас мне конечно очень нравится поэтому только из-за кнопок заказал можно было заказывать две с половиной красивый кнопки ну и сама катушка так что это у нас здесь просто ну и все по коробочке взрыв схема вот сама видите на коробке еще есть интересно давайте саму катушку катушка встречу пупырочки с была сама красавица какая переставим сразу что я люблю правостороннюю чтобы было это так я привык проблема у меня всегда попасть здесь смотрите здесь какой-то еще смазочка есть интересное кино пусть будет замазался в смазку давай давай ооо так ну что посмотрим что у нас здесь Made in сверху наклеена неизвестно теперь какое Made in ну-ка с коробочки ну-ка с коробочки ооо какая красота так давайте попробуем фрикциончик закрутим сразу с коробки по люфтам пройдемся так что у нас здесь есть такой мини маленький в главной паре так по ротору ну практически нет шпулька продольники чуть-чуть есть поперечный уже чуть-чуть то есть все в минималках как это должно быть вот как красиво шелестит а я кнопи ну опять же минимальный есть кстати фрикцион очень длинный только что закручивал его да длинный фрикциончик красивый вообще гаечка вот эта вообще прекрасная стала так посмотрим подшпульный ну подшпульный простой такой же как у меня был на фс очки от суриноевской ну или вернее наверное там такой же как здесь вообще обзорчики у меня есть и на фску ягуар на фску суриноевскую и на ягуар вот здесь в подсказках оставлю посмотрите красота конечно стало больше похоже она на шимановскую катушечку материал новый материал сейчас видите как он блестит здесь приближу вот смотрите а я я какой DS5 называется поэтому она стала легче прочнее вот эта LT серия называется легкость и прочность хотя может быть понимаете вот я думаю еще и за счет того что она стала меньше вот из-за этого она еще легче ну по первым впечатлениям тактильным очень мне нравится да красота сборка просто супер вот раньше катушки я не знаю вообще катушки в последнее время это стали знаете как произведение искусства еще несколько лет назад вот например за катушку в таком типоразмере с таким дизайном и с таким весом нужно было отдать сейчас плохо видно хорошие деньги а сейчас в принципе это бюджетная катушка по нормальной цены я хотел сначала купить фуэго чем у меня была выбирал я между экселлер не так легалис экселлер и фуэго посмотрел там отзывы начитался то есть решил фуэго не брать все таки по экселеру получше были отзывы хотя они когда уже заказал я понял что они ну они одинаковые легалис это значит ручка не вкручивается и кноп тоже не разборной и что это нам дает то есть у нас будет в главной паре здесь люфтик больше в экселлер ручка вкручивается кноп не разборной и фуэго ручка вкручивается и кноп разборной а так они очень сильно похожи то есть и по весу дизайн немножко только разный и все на ход конечно вообще здесь просто шикарный вообще оставлю вам ссылки под видео выбирайте но они конечно очень похожи вот отличаются только вот этими нюансами и разница в цене у них легалис экселлер и фуэк где то в разница по 10 долларов там плюс минус кстати еще разница есть передатки я взял себе пять три к одному было еще шесть два к одному здесь 80 сантиметров до до 80 сантиметров выкручивается а там 93 сантиметра то есть чем меньше передатка все таки я считаю тем все таки легче ход будет конечно это зависит и от длинной ручки и от ширины ротора и от совокупности этого всего красота но все таки с меньшей передатка я считаю все таки шестерни внизу не крупнее и должна в принципе она жить дольше катушечка сама если бы например катушки одинаковые да и в одной больше передатка в одной меньше все таки брать с меньшей передаткой как помни да в принципе я бы делал так вот вот давайте взвесиме так если у нас новые сидела ну-ка проверим китайцев двести восемнадцать грамм еще раз двести девять давайте еще третий раз а нас объем еще раз они говорят надо сбить кстати классные весы вообще очень мелкие веса взвешивают от одного грамма вообще классно взвешивают хоп двести восемнадцать двести девять нас грамм давайте еще шпульку посмотрим вот весит фрикциончик вообще обалденный ну 40 грамм вообще для шпуля классный вес так все весили весы кстати классные кому интересно опять же ссылочки под видео оставлю переходите смотрите вообще передатка конечно она таких весах как я бросаю там и в основном у меня там семь десять двенадцать грамм она и не чувствуется главное вот легкость вот это вращение очень мне было важно бомба похоже похоже у меня до этого не было дайв очень сильно похоже на фску фириновевскую конечно сам сама катушка сам ход вот этот мне больше нравится передатка передатка для проводки в принципе вообще я думаю не важно там выкручиваете вы 80 сантиметров или 90 сантиметров за один оборот это все зависит от того как от самого рыбака то есть как он как он там быстрее крутит медленнее стиля проводки как кому нравится так что это вообще главное вот активное ощущение ваше я считаю этот кнопик вот эти кнопики мне такие вот у меня на рарениуме первый раз этот кнопик появился как то он мне сразу не зашел а потом я уже сейчас не могу вот я хочу чтобы вот такой только был по вылету думаю будет вообще супер так что и для ультралайта и более высокие нагрузки ей думаю будет по кличу но обязательно испытаем на рыбалочке не без этого что давайте намотаю сейчас сюда шнур посмотрим намоточку с коробочки наматывать буду так что тут у меня есть единичка и 0,6 тоже кстати на Алишке заказывал наверное единичку намотаем пусть пока и будет он да вот здесь единичка у меня тоже заказывал на Алишке кому интересно ссылочки оставлю и для бэкинга вот я тоже дайволскую заказываю вот да его лесочку тоже могу ссылочку оставить кому интересно для бэкинга потому что здесь шпуля глубокая а кстати дужку мы не проверили все прекрасно я не сомневался обратный ход все дела работают все наматываем леску и шнур так ребятки намотал я шнур подмотал бэкинг немножко в общем очень кто то вот мне нравится лесочка и бэкинга само то вообще и сама леска там очень хороший отзывы посмотрите о ней так вот такая вот намотка смотрим коробки вот хорошая здесь клипса кстати стоит знаете что давайте посмотрим намоточка мне нравится хотел посмотреть здесь у нас стоят две регулировочные шайбочки вот слушайте кстати очень хорошо смазан под шпулькой так забыл вам показать хорошо видите смазочки хватает вообще отличается трехтысячка от две с половиной только размером шпули вот гаечка мне это нравится красавица вообще за эту гайку можно здесь отдать но знаете да на что она похожа классно так ролик лесоукладывателя смотрим смазан очень хорошо так все вам вроде бы рассказал показал не знаю если какие то вопросы пишите внизу в комментариях что то забыл я значит что у нас минус минус есть один как по мне это кноп кноп неразборной люфт в нем в принципе присутствует но минимальный но кнопок здесь неразборной ну я думаю что с этим больших проблем не будет плюсы 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 это самое первое как я считаю это вес для такой катушечки хороший по такой цене опять же цена цена очень дешевая ну как дешевая очень дешевле намного чем у нас в Украине можете посмотреть сравнить обошлась опять же я повторюсь она мне где то это в районе 60 долларов ну и дизайн дизайн классный мне его очень нравится что еще значит хотите дешевле можно брать легалис там у нас просто немножко будет здесь больше люфтик хотите подороже немножко можно брать фуэго там уже кнопки можете поставить подшипнички разобрать его сделать как вам нравится а так что все ссылки под видео интересные видео по этой теме вот здесь в подсказках смотрите также нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить интересные видео подписывайтесь ставьте лайки всем пока 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 что не 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 Продолжение следует...